всем привет продолжаем проходить атом rpg прошлый раз значит мы обследовали бункер 317 а на выходе нас поджидали от трус балбес и бывалый но с ними мы в общем договорились и все хорошо значит сегодня мы сначала еще тут в округе все поисследуем тут я хотел бы посмотреть где-то по-моему тайники есть плюс возле вертолетной площадке мы тут посмотрим поищем кое-что подберем он там скелетой можно залутать значит этой штукой тоже сейчас разберемся вот и потом на выход отсюда с этой территории быстрее все пойдем краснознаменный закроем квест вот главный электрик жалуются не постоянные поставки угля из перегона до поговорить с александром саблиным бункер торговой палаты грибной культу я пока еще не решил вступать них не вступать но вроде так все а вот еще по поводу красно в краснознаменам нужно по поводу таинственного амулета который мы в бункере этом нашли разузнать то есть мне нужно поговорить с представителями из грибного культа может тогда есть смысл вступить в общение более будет расположены к нам 1 очень давать сначала начнем с телеги я помню по моему можно было вот с этим трус балбес и бывалым не общаться ну то есть не договариваться там по поводу чтобы они нам дверь открыли а просто самим взломать двери тут вот главные ворота вроде так раньше делал и двами стоит неплохо сохранившийся вагонетка с двигателем на ней покоятся старые пыльные деревянные коробки носовой части вагонетки установлена контрольная панель покрытая облупившийся краской как ни странно вагонетка почти не проржавела проверить коробки внимание ничего удивительного деревянные коробки пусты скорее всего то что у них было остощили не задолго до апокалипсиса все их содержимое составляет песок и сухие листья хотят стоп на дне одной из коробок вы замечаете три патрона убрать подберем все добру пропадать берете патроны подбрасывать их в ладони они много проржавели но не до такой степени чтобы стать непригодными смотреть вагонетку проверить коробки проверить контрольную панель контрольная панель когда-то была покрашена однако годы взяли свою и теперь на ней остались только осколки краски любая и индикация которая могла бы на пластиковых быть на пластиковых кнопках стерлась за годы под открытым небом впрочем у вас складывается ощущение что механизм который заставляет вагонетку двигаться еще можно запустить смотреть механизм под контрольной панелью располагается пластина которая очевидно прячется собой нужные вам механизмы шрупы проржавели но с ним большим применением силы возможно сможете вырвать ее дать попробуем успех немного усилий проржавевшие пластина поддается шуб и буквально крошится от ваших стараний вы откладываете пластину в сторону и смотрите на механизм который напоминает больше механический часовой а чем электронные внутренние устройства этого гонетки явно хитрее чем вы изначально думали бред механизма вашим глазам открываться мишанина из колесиков барабанов рычагов заводных валов и прочих балансов со спиралью механизм разумеется весь коричневый от ржавчины но других сильных повреждений вы не замечаете возможно вы даже сможете во всем этом разобраться дать попробую починить успех вы с интересом осматриваете механизм и понимаете что он не так уж и сложен как вам показалось начали подкрутив промежуточное колесо вернув обратно в паз анкер анкерную анкерную вилку и закрепив спирали вы с удовлетворением смотрите на результат своей работы механизм явно готов к использованию смотреть установить на вагонетку взрывчатку и запустить его ворота контрольную панель если проверить это было покрашено да все мы знаем нажимать кнопки очень можно установить взрывчатку да и отправить ворота но в принципе получается ворот нам открывать не надо мы так уже их открыли поэтому ладно сворачиваемся давай до свидания значит сейчас пойдем вертолеты но тут очень много радиации но за вертолета поэтому давайте сразу съедим родной до каждой игре он по-разному но фоллайте был рад x а тут у нас родной довоенное средство защиты традиционное обучение его стоит принимать перед походом на зараженный участок 24 часа длится эффект сопротивление радиации плюс 50 кстати вот это одном от радиация дает нет токсичности дает защиту от радиации нет еще наверно больше защиту от радиации не даст вынуть противогаз если бы был фидели броня нет это все не то ладно глотаем рад рад 0 чурады x почему-то сказать все сопротивление радиации у нас 65 процентов число быренько тут а ведь сохранимся побежали побежали быренько смотреть у тать минничок забрали это забрали ничего там нету все у нас уже облучение ножек патроны забираем еще один или нет так 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 коробки коробки быренько смотрим пусто пусто выросло ничего тут тоже ничего ну и сколько нас радиации теперь им нашем организме 481 я до этого чисто по приколу пробовал тоже пробежаться без рад 0 округу пробежался каждый труп посмотрел по моему даже в каком-то месте остановился не было радиации 500 так вот вопрос почему у нас не 250 там примеру радиации 481 чем не знаю может это тоже какой-то рандом когда-то там не знаю тики сильнее радиации когда-то слабее или что ладно за любом случае мы сейчас едим торрент потому что ну мне другого ведь ничего нету водка пиво радиацию не выводит да а в сталкере там у нас можно было радиацию водочкой вывести на здесь к сожалению нет что же ладно лупим торрент минус 750 радиации все по нулям раз защита осталось значит что тут у нас еще интересного есть он осмотрю в бункере в этом но дверь не знаю бункер и не бункер как этот золото называется металлолом не металлолома у нас хватает а пойдем пойдем отсюда еще тоже зайдем а по скелетика что у скелетика скетка ничего давайте мы своим значит во первых от первых оксана нож есть фиделя нож есть значит даем им команду чтобы они ходили с ножом сменить оружие фидель принципе таким уже команду давал сменить оружие на мы сами сейчас кстати сделаем ножик нормальным ремесло так я подбирал подбирал нож плохой а и у нас должно было быть это должно должен был быть точильный камень и но это не точно до сильного камня что-то я не вижу 1 будем с таким бегать и мне не беда не беда ты ладно чему тут даже мотимся я принципе за калаша к этого ксу тяжу ко всех разберу ребята что помогут там с ножами но кстати место для рыбной ловли есть там еще какой-то скелетик лежит тоже с ним разберемся посмотрим тронами тем более я насколько помню стреляю этими самопальными так что тоже не так уж и жалко тем более у нас в отратах есть этот замечательный торговец который нам просто все бесплатное можно сказать дает и что приходится сохранить загружаться каждый раз но такова цена кого цена особенного честь то что с торговли тут сейчас дела не очень хорошо в том плане что очень трудно набрать нормальные деньги потому что у торговцев которые есть хорошие запасы рублей у них а цены вообще никакие подавать им нельзя запрещено просто категорически запрещено потому что она стоит интерес пять с половиной тысячи да она предлагают за 150 продать чувствуется разница он еще одна крыса кстати на не подожди оксанка пока не до тебя копаешься и сук сейчас поиграем да да сейчас поиграем это я крысу потерял где на а вот она выставить это не только цен на мех вернее там цену меха то нету но мясо есть и нам совершенно без разницы это крытиное мясо либо лосиное мясо либо еще каком-нибудь мясо не суть мясо есть мясо по прям мир микс первого урона с первого удара отъехал первого выстрела насчетом не один на подходе пола обойму мы высадили юль барс кстати получил уровень новые джуль барсу можно и вкинуть в ту же рукопашный рукопашный бой кстати по поводу джуль барса если мы будем выживание мы случайно здоровье не будет увеличиваться нет здоровье как было и осталось но тем не менее у него здоровье то и нормальная 83 очков здоровья этому все в рукопашный бой и дальше вкидываем ну и все как до сих пор золотую рыбку я и не ловил еще дойдем до этого просто пока все что-то руки не доходит потому что там в общем пытаясь всячески оттягивать момент из-за того что ловли золотой рыбки это дело такое на час на полчаса на час повезет а с удачей нас все не очень хорошо вроде где-то еще был проход а у меня 6 такая замечательная штука как поиск лута да ну-ка пау-пау-па но так работает лично мы будем просто искать склады кроны все будет наша вот видели да она так волчара да проблема в том что там очень и очень все отравлено я конечно схожу посмотрю чего это ты убегаешь веселуха давай в атаку точно и ты в атаку и ты вот так вот то что такое никто не хочет атаковать собачья то какая-то дохлая куци волк поэтому и дохлые что куци мясо тем не менее у него должно быть верно пойдем посмотрим у нас принципе есть и как лечить отравлением провода и что и ничего травление очень жесткая уже а здесь на что здесь пусто загружаемся нам такое не надо все побежали дальше а врубаем поиск поиск кладов опять волчара вон кстати могилка можно ее раскопать лопата по моему у нас была он еще один куци волк да санка разобралась и так без нашей помощи нам нужна лопата у кого с лопатой жильбарса нет у фиделя и ты с лопатой так делаем все понял просто гопаем и и что тут у нас нож нож и кассета и кстати не прочитал так журнал которым подобрали сейчас мы с волками разберемся и почитаем я ведь люблю читать это был не сарказм в принципе еще противочтения не имею думал добьет но значит жильбарс разберется дель поможет два урона промазал на получай получай собака оспе ничего себе сперва удара убила у целого волка набираем мясом опять врубаем сейчас свой локатор только сначала мы еще прочитаем все таки дневник который подобрали есть там не очень много будет а всего лишь шесть страниц как он называется называется личный личный дневник ивана ленина начинаю вести дневник меня зовут иван ленин спасибо деду за то что сменил фамилию двадцатом году а сегодня полковник малышев назначил меня заместителем подполковника эпсина отправляемся мы в разведывательный поход на поверхность чему я к слову безумно рад так как я не один уже начал слышать какой-то странный скрежет и шорох за стенами за стенами по моему у нас у всех уже начинает шарики за ролики заходить от изоляции а вот некоторые ученые уверены что это результат исследований которую здесь проводились к нам стучится поднялись на первый этаж бункера там нас встретил старший дежурный артемьев он сообщил что младший дежурный петров сошел с ума бегло по всему этажу и угрожал убить окружающих артемьев и рядовой сидоров заманили заперли заперли его технички кода 4316 а ну вот как раз таки так мне и говорю православный в этом журнале мы найдем код пашка макартян заглянул к нему на секундочку на петров начал реветь что видит мертвеца он вскочил побежал к двери с криками что мол пашка двойник короче плюнули на него оставили ему еды заперли обратно артемьев сидоров попросились с нами и стены согласился и вышел наружу мы уже в расширенном составе снаружи вроде все нормально но очень странные ощущения возникают низкие облака зловещие такие слякоть к востоку от входа все затопило самое главное не слышно животных не птиц не зверей тишина стоит страшновато обнаружили значит и вертолет хорошо стоит хорошо сохранился артемьев правда сообщил что он следил за погодой под датчиками с момента x в нашем районе прошло минимум 30 кислотных дождей в общем он считает что вертолет излучает радиацию что пытается с ним это взаимодействовать пытаться смерти подобно паникер подполковник эпстен решил что нам стоит разделиться я пашка маккартяна звездочки и харисонович остаемся у входа и пытаемся завести вертолет он и остальные продвигаются до красознаменного задачка не из простых я не сильно боюсь этой самой радиации как бы там артемьев не причитал но определенные опасения конечно есть вообще зла не хватает это ведро на гусеницах на первом даже сломалась вертолет сломался ничего не работает все эпстен и остальные ушли мы вчетвером решили заночевать у входа с утра начать осмотр вертолета разошли костер поставили палатки и тут вдруг на пашку напала напала минорное настроение говорит вчера но метафизически вчера все наши проблемы казались такими далекими а теперь кажется что они задержатся меня после этого тоже на какую-то философию потянуло группа курю папиросу а вслух говорю представьте мужики что нет никаких стран незачем не убивать не погибать не идеологии не религии ничего этого нет звездочки так странными посмотрела потом указал по сторонам и сказал поздно пить боржом если почки отлетели справедливое замечание нашей ситуации все новый день новая работа принимаемся за осмотр вертушки гагарин в космос летал радиацию там не видал не видал лучевая болезнь придумает тоже но все-таки видимо лучевая болезнь это не придумано да как мы убедились жмуров там очень много валялась видимо это как раз и было так команда который пришла осматривать пошла осматривать вертолет не повезло да не затаялись ни роднолем не этим как его а тареном где-то кто-то о чем они бежали переполнен а почему это подобрал да да там тут мы отдаем поэтому отдаем вот 99 пойдет пойдет кто там с кем разобрался открыться ясно правильно мы ведь мясо подбираем подбираем итоге у нас перегруз получается значит эти ребятки вернулись обратно груз балбесы бывалые таняков что-то я тут не обнаружил топор лежит нам надо нам на принципе не надо а еще вроде тут я где-то видел переход на другой берег на этом болоте как-то странно мне казалось тут тайники должны были быть тут я их не наблюдаю тайников давайте сейчас там дим мура этот муравейник большой пойдем посмотрим по моему там был переход у нас лодка пройдем посмотрим нет лечет полезного нету это мы все смотрели странно странно ну да ладно когда уходим отсюда все хватит тут лазить так очень много времени уже тут провели значит идем краснознамены будем там вопросики всякие решать давайте наверно все таки вступим грибной культ все таки думаю что вреда это нам никакого не доставит а дополнительно квеста мы пройдем бы топ-контент это хорошо сейчас только возьмем значит мы обратно с винтореза свой на ксу возьмем обратно ну и желательно по дороге конечно встретить каких-нибудь торговцев потому что лута уже ну некуда что его солить в бочке или что и так в отрадном уже там приличное количество лута скопилось основном конечно мусора но и вы что для продажи тоже есть шоу и значит шоу в краснознамена и тут такая вот встреча притом по моему была ночь и как бы ночной а ночной монстр по идее да но мы видим природную локации который мы загрузились день светло ладно горилка горилка какая-то очень стремная горилка king-kong прям и зря оружие начистила не зря не зря надеюсь он до нас не дойдет раздаун при смерти все разобрали будет закончена леший убит то есть это был леший леший значит да что у лешего у лешего одно мясо всего лишь желаем продолжаем свой путь добрались мы до краснознаменного по дороге кстати встретил все-таки торговца и нам удалось немножко продать ему всякого хлама там продал броню колючую сумку продал пистолет и ржавый продавал вот сейчас значит идем в торговую палату быстрее всего там во первых пообщаться по поводу по поводу угля этого потом а по поводу грибной палаты и опять-таки грибной палаты по поводу таинственного амулета это надо проверить сегодня мы быстрее тут уже наверное закончим на ставимся краснознаменным долгие все равно долгие загрузки оба не там не писали долговато притом всегда по-разному грузится дата быстрее кота медленнее наверно зависит от локации в какую заходишь значит нам нужна торговая палата торговая палата это где но видеосалон так 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 а вот да вот торговая палата тут у нас какой-то странная странная личность раз пообщаемся куку куку весь фольге да мужчина в блестящем обтягивающим серебряном костюме и замысловатом шлеме и чем-то вроде серебряного гребня растущего из семечков вытягивается по сторонке бьет себя кулаком в грудь показывает вам свою ладой максимально развинутыми один от другого средними безымянным пальцами занг-занг биофорума моя дезигнация сандр п 603 точнее как говорят в этом времени здравия желаю товарищ коммунист меня зовут ксандр очень приятно ксандр меня вот называют визмур мужчина радостно улыбается подскакивает заставляя свой гребень стрепенуться значит мы все верно рассчитали незначительная историческая фигура визмур это темпоральная проекция обращается к тебе за помощью в трудный час относительно далекое будущее которого я с тобой разговариваю находится в опасности и только ты можешь возвратить истории благообразный вид а малю прислушайся к моим словам ибо для этой встречи наши ученые растратили всю энергию экспериментальной машины времени второго шанса у нас не будет ну рассказывать кем смогу спасти временной континуум я слушала все уши сандр п 603 растопыривает пятерню исчертит ее воздухе полукруг возможно выражает таким своеобразным способом радости или чувство облегчения именем святого винтика первого робота мученика как я рад что ты готов меня выслушать и так человек из прошлого знает что примерно через полвека небольшая часть человечества которую я собственно и представляю поднимется из ядерного пепла и создать свой свою высокотехнологичную утопию далеко отсюда в горах конечно не надо думать что счастливый конец и ждет всех например моя страна ограничить с абсолютно дикими пустошами на востоке есть необъяснимой страной а все население которой имеет один общий разум над всеми нами все еще висит чудовищная угроза природе которой я лучше не буду говорить впрочем это далеко не единственная печаль аксандр театрально всхлипывает власти в моей стране придет кровожадный диктатор беспринципный тиран самопровозглашенный бог император владыка третьего измерения лорд вот земель и девяти небес илья кузнецов покорит наше мирное отвыкшие от жестокости населения наделит нас серийными номерами как скот знаменит наши заменит наши нормальные имена на выдуманные как сандр илекс век ладар заставит нас унижаться ходить перед ним на коленях в целях превентивной борьбы с сопротивлением пропишет каждому жителю страны медицинские пощечины каждое утро после пробуждения каждый вечер перед сном каждый гражданин моей страны получает пощечину от приставленного к нему гость чиновника иногда чиновник на свое усмотрение может даже ударить обратной стороной ладони где костяшки если чиновник женат у него на руке может быть твердое кольцо надета или даже два потому что у нас а полигамия кадры закрывать лица руками начинает плакать такой кошмар кему помочь вам бы гора благородно люди будущего изучение биографии всесильного императора единственный обязательный предмет начиная с садика поэтому все знают что родители нашего будущего тирана безумного безумного палача повстречались в цирке ужасном пугающем цирке посреди радиоактивной пустоши я я нет все цивилизованное человечество молит тебя рассорить это парочку не дай родиться монстр или кузнецову странный мужичок достает из-за пазухи карту пустоши и тыщет пальцем победенную на ней фломастером локацию еще не обещаю подумаю бываем то есть по идее у нас должна на карте теперь отобразить по куда цирк даже в журналах прописался непонятный мужик утверждая что он прибыл к нам из футуристического 2095 хочет вы поссорил двух влюбленных цирке которые станут родителям будущего диктатором стоит ли ему верить хороший вопрос но мы ведь пришли не по этому поводу мы пришли торговую палату торговую палату у нас кто катерина маврова маврова смотрит на вас глубочайшим раздражением разговор разговорить ее уже вряд ли получится а то есть там по какому-то заданию уже правда позабыл не общались или нет знаменитый вышибал долгов я виз а то долги долги и планирую с тобой общаться товарищ ты все свое уже получил вот и ступай своей дорогой как скажешь пока не разговор еще на теперь мадам это стало 1 нам куда мужик в бронике при том неплохом бронике акты кто вас это мужчина склонился над столом с каким-то документами он медленно будто не хотя поднимает на вас взгляд и откладывает в сторону длинное гусиное перо котором вел до этого записи что вы хотели я бы хотел стать гражданином города чем вы занимаетесь управляем бюрократическими процессами краснознаменным и крестностях я вот примеру занимаюсь валюты что это значит на известном территории пустоши до сих пор в ходу довоенные рубли но проблема в том что их стоимость сильно разница от региона к региона отсутствие золота золотого запаса делу также не помогает мне поручено следить за ценами на деньги в разных землях землях и не дать нас обмануть во время заключения крупных сделок с другими республиками и городами государствами одним тебя много проблем обычно не очень иногда появляются новые актеры которые грозят все экономики пустоши последняя такая попытка использовать качестве денег всевозможных лам вроде шишек и гаек зашла в 90 с тех пор настолько масштабных афер а больше не происходило тему несколько вопросов харизма ну ладно думаю что могу ответить на них как я джи с красознаменным что интересно происходит в городе интересно значит и неспокойно поэтому и раз сообщи а сообщить что в городе совершенно ничего интересного не происходит а если вы хотите приключений управляйтесь перегон там всегда я все никак у людей вопрос и проблемы и сигурет проблемы ровным счет никаких но если не считать прошедшие пять лет назад эпидемии танцевальной чумы около 400 человек бы без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд за это время многие из них умерли от сердечных приступов инсультов или физического истощения из понятия как и почему это произошло бывает же ладно мне еще один вопрос интересно спеть не есть они за спеть не прошу обращаться в городские и тены и заведения здесь у нас личного учреждения ладно 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 ты у нас кто лично одетая женщина лет 40 деловито приветствует вас кивком приближаюсь к ней для того чтобы начать разговору вы поневоле замещаете необычную очень хорошо сохранившуюся довоенную обувь очищенные до блеска лаковые туфли алого цвета с декоративными серебряными пряжками слушаю мужчины им пообщаться хотела отвечу на пару вопросов извини мужчина и занята давайте другой раз одна раз занята рядом это маги поду туфли рассказать наверное она прониклась туфли выглядит так хорошо что за ними точно скрыта какая-то история возможно но боюсь что у меня нет времени и ее сейчас рассказывать до скорого все таки не хочет с нами разговаривать а ты у нас кто из грибного культа что ли седовался мужчина с аккуратный оборот не спеша прогуливается по городу бормоча себе под нос едва различимы слова подойдя поближе ему вы быстро понимаете что слышите математические термины каком случае квадратура круга будет равняться он не заметил вас молодой человек как долго вы уже за мной следуете неужели студент да нет просто поговорить захотелось можно задать пару вопросов пожалуйста если это не консультация за консультацией жизни вынуждает меня просить гонорар а что пенсии город платить отказывается твердого нет здесь конечно не употребить виде некто маслов в своем время добился выплаты пенсии ветеранам последней войны до этого мира на заслуженных работников интеллектуального труда господа из торговой палаты по-прежнему упор не замечает впрочем я несколько раз получал от них очень приятную монетарную компенсацию за лекции о правильном уходе за вентиляционными шлюзами в бункере еще вопрос город у вас консультации если не секрет я инженер по профессии работал в свое время с передовыми технологиями от вооружения до новейших типов бомбоубежищ мои знания помогают тем кто завладел подобными объектом без необходимых часов предварительного обучения также неплохо разбирать в гидравлических системах последняя моя процентация скажем было связано с починкой о растительной помпы сплетни есть и я не вникаю сплетни и слухи зато могу поделиться интересными наблюдениями по моим подсчетам вероятно существование такой организации как деньги легендарный атом близка к 99 процентам смешно что начало на это очевидно реальное а что начало это очевидно реальная организация свой путь как городская легенда еще вопрос расскажите тут интересные места ладно тогда тогда все а вот в прошлый раз вы что-то считали в уме вы профессор живу мужчина немного виноват улыбается будто говорить себе себя за то что не представился ранее лишнев тадеуш петрович ваша послуга молодой человек человеке образованный лгать не стану однако профессором не являюсь уже долгие 20 с лишним лет наши дни я лишь простой мужчина который доживает свои дни со своей простой женой ритой время от времени консультируя выражаясь языком бессмертного александра сергеевича племя молодое и незнакомая по разнообразным инженерным вопросом прискорбно что ваши знания могут стать достоянием широкого пласта населения до горчат и меня коллега однако в то время как мой мозг смог вместить себя тайной инженерии атаки научился способности выполнять все много дел за раз мысль написать ряд пособий для будущих поколений не покидают меня однако я постоянно отвлекаюсь на случайные заработки без которых моей небольшой семье не выжить спасибо кто-то передал вам достаточную сумму вы же смогли бы написать эти пособия молочи такие шутки только мое сердце болеть и без достойного на то поводу заставляют знаете как я был бы счастлив начать все эти пособия если бы на меня вдруг свалилась хотя бы 10 тысяч рублей для обеспечения себе себе и жене достойной старости на такие вещей от судьбы не ждут и чужих людей тем более вот не знаю дать мужчин необходимую сумму что нам это даст то в курсе трезво мысли товарищ но мне пора в дорогу чем к нему наверно мы еще вернемся просто я не знаю за что то есть дать им 10 тысяч а что с этого нам нам будет всем ничего не будет а ты у нас кто выглядит устала и раздраженная женщина лет 30 щелкает костяшками счетов счетов заносит результат неизвестного вычисления потрепанную временем тетрадь только после этого нехотя обращает свой холодный взгляд на вас слушаю хотел поговорить отлично пара вопросов выходных давно не было по лицу вижу женщина постукивает ногтем по миниатюрному календарику по скрытому ворохом документов согласно нему последний раз ваша собеседница отдыхала 10 дней назад неприятный график сочувствую крайне сочувствую сочувствие не бутылки вина с ним перед телевизором единственный выходной день не заснешь хотел бы поговорить отвечу на пару вопросов я по такому делу хочу стать гражданин краснознаменного ясно ладно а с кем нам пообщаться что ты я не понял так таинственном лет найдено теле одного из убитых член экспедиции длину грибному культу мне стоит поговорить с их представителем в пригороде либо с информатором которая должен находиться в казино а в казино до поступить грибной пульт находится в центре города рядом а рядом с торговой палаты но все равно мне нужно переговорить с александром саблиным он должен быть в бункере торговой палаты и судя всему именно он отвечает за поставку угля бункер торговой палаты значит нам сюда за ващоке лысеющий мужчина лет 40 встречает вас кивком и улыбкой такое приветливое отношение весьма необычно учитывая обстоятельства ведь судя по выправке броне местонахождению и грозному оружию в руках перед вами сторожник причем далеко не простой привет дружище ты не заблудился случайно тут у нас нет ничего интересного только я и спуск в правительственный бункер как раз по поводу бункера сторожник прищуривается с лукавой улыбкой ну и ну что же тебя в нашем бункере так заинтересовало иван иванович коллега мой погостить приглашал пропустишь пропусти меня внутрь и надо мне понимаешь и дела у меня там стражник прижим добродушно но с хитринкой в уголках рта усмехается а я вижу уже этот огонь в глазах политика до инициативу какую-то пропихнуть хочет торговую палату на лапу кому-нибудь дать в обмен на тендер знаешь и даже отвлекся бы на какое-то время чтобы ты и замечено внутрь и проскользнуть смог но тут ведь риск своеобразный давай договоримся 7000 рублей и отвожу взгляд стороны ты свои амбиции проявишь с кем нужно офигеть что за грабеж дружище давай пополам эту сумму поделим не ну это это действительно грабеж мысли по поводу за да ну то есть в бункере находится дачи человек которым нужно пообщаться под угляда и платить за 3000 а даже три с половиной успех ты чё приятно давай три с половиной да уж не слабо не слабо как там еще развали его александр саблин должен быть в бункере торговой палаты александр саблин этот нам представился нет да уж что-то с александром саблина видимо не так просто будет встретиться нам это т.д. уж то есть у нас шкафах есть макулатур как обычно чем хорошо мешали тогда хотя бы сначала грибной культ сбегаем грибной культ рядом с зданием торговой палаты да тут у нас кино а вот видимо да а вот он и грибной культ у них отдельное здание даже камеры стоят главное не унывать бродатый мужчина который стоит перед входом в здоровенное здание доброжелательно улыбается заметив вас он одет в хорошо сделанный кожаный жилет неожиданно неплохо пахнет в сравнении с другими встречными вами жителями пустоши здравствуй друг как поживаешь неплохо а ты как это тоже неплохо ты интересуешься обществом грибницы ли просто мимо проходишь амика краски послал друг общества игорь и о приятно слышать внутри найди ариан но она всегда рада поговорить с новичками я тебе сейчас пропущу погоди секунду пошли будем эту грибницу так то нас игорь да где ряда 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 а вот видимо и ариад на грибы реально тут проросли у них повсюду перед вами стоит хорошо где-то молодая женщина заметив вас она широко улыбается и поворачивается к вам здравствуй меня зовут ариадная могу тебе как-то помочь да охранник на входе сказал мне поговорить с тобой да да ты получил рекомендацию как я понимаю очень рада слышать это но для начала я хотел бы задать тебе вопрос лицо женщины становится серьезным тебе видно что ты сильный молодой мужчина считаешь ли ты себя привилегированным сравнение с другими жителями пустошей из-за этого нет конечно и печально слышать этот явно не следующее принципу скромности дожди проведи день в раздумьях возвращать когда придешь к правильному ответу подожди я же наоборот сказал что не считаю себя таковым я не понял это на скинг сохранение были с 20 вот здесь в торговую палату пришли до уходим с торговой палаты идем в эту грибницу проходим еще с ним более внимательно посмотрим возможно я просто ошибся так считаешь себя привилегированным сравнение с другими жителями пустош из-за этого второй ответ что ли то есть я считаю себя привилегированным женщина широко улыбаться кивает а все верно ты силен и храбро но не всем так повезло в этой жизни рада что ты это понимаешь но вот еще один важный вопрос заслуживают ли другие люди иметь твои привилегии ты имеют право иметь эти привилегии то ничего то хотят то пусть и поработают ради этого на разочарована кивает ясно ясно понятно но будем сейчас выбирать правильные ответы до 2 все люди имеют право иметь привилегии это правда и все мы равны но все мы должны стать равными сильный да поможет слабому я чувствуешь принцип любви но ответь на вот на что считаешь ли ты что человечество должно отбросить свои низменные разногласия объединиться подобно большой дружной семье и готов убийстве человечество все люди мира дня да да принципе день живет своем сердце не так радостно это слышать так последний вопрос а старше для тебя твоя смертность готовки ты расстаться жизнью а смерть не страшит меня готов пожертвовать собой случай чего не хочу умирать ничья жизнь и моя в том числе не стоит ли и 3 ломаных грошей искренняя улыбка правильно значит а пусть не страшит тебя твоя смерть ведь смерти одного не страшно целому пусть лучше тебя пугает чужая смерть ведь именно она убивает целое я польщен что теперь послушай ты все понимаешь но готов ли ты доказать это не столько словам словом но и делом готов ли ты сделать небольшое вложение в виде 30 рублей 3 консервов конечно конечно кому конкретно ним помогут если ты не против ответить вернуть чуть позже что у нас консерв с собой что ли нету и далее ну-ка где консервы я тебе вроде их давал сбросить три штучки даем а ты просил принести 30 рублей 3 консервы я их принес эти деньги и банки с тушенкой женщин она благодарна принимает и спасибо возможно эти мелочи это мелочи для тебя насколько людей отродясь не видели таких мелочей за рядный наполняет слезами извини я просто очень близко к сердцу воспринимаю тягот людей в нашем мире столько жестокости страдания окружает настолько слепой необъяснимой ненависти ну бросим мире не все так плохо в без лишних эмоции многозначительно зернуть посмотреть на часы до пустоши то еще местечко это правда но именно это мы и хотим изменить и именно это мы изменим женщина снова улыбается и складывать руки на груди теперь мне есть настоящее задание для тебя но хитрая но докажет твою преданность нашим идеалами всему человечеству смотри какое тут дело один из членов общества потерял веру в нашем пути а мне больше мне больно признать но он отступился по грязь сомнениях и депрессии сейчас он сидит в баре казино на корабле предлагаешь мне убедить его вернуться да именно это и предлагаю понятно что если он тщательно отказался от идеи единения и пути развития то переубедить его не выйдет но попробуй не думаю что у тебя может выйти он должен быть в баре на корабле наверное возле барной стойки обращать к нему егор ну попробуй что-то сделать по этому поводу вот все значит у нас такой первого испытательное испытательное задание до в следующий раз я уже думаю мы его выполним но пока на этом все всем пока